Вчера... Сколько человек в общей сложности? 7 плюс... Около 11 человек смогло выехать больше. Если вместе с водителями, тут 15, 13. С водителями 13 человек выехали в поездку. Были в Габрово, были Этера, Великотырнов проезжали. Если у кого, кто вчера ездил, есть желание выйти, засвидетельствовать, поделиться радостью, то, пожалуйста, выйдите, расскажите, чтобы мы были в курсе. Слава нашему Богу, чтобы мы порадовались вместе с вами. Хоть что-то. А сейчас, пока... Сейчас вот... Лучше в микрофон. Да, мне кажется, так слышно, нет? Нет, нет, не слышно. На камеру. Вот просто хотела сказать большое спасибо и церкви, и нашим водителям, и Александр. Да, с Александром, с которым мы были, и Антон, который водитель другой машины. Ну, честно говоря, были колебания, ехать, не ехать, но я не жалею, что здесь ездил. Да, вот. И от всех, кто был в нашей поездке. Вот Татьяны, к сожалению, не было. От всех, кто был, спасибо. Здорово. Хорошо. Красиво было. Особенно красиво было, когда мы ехали назад, и четыре раза попадали в бешеный просто ливень. И заключили пари. Очень было интересно. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Еще у кого-то есть желание кто? Да, пожалуйста. Да. Хотела тоже поделиться впечатлениями. Ну, во-первых, я хочу сначала сказать несколько слов вообще о людях старшего возраста. О старых людях, о пенсионерах. Вообще просто о старых людях. У них совсем другая, может быть, уже жизненная философия. Что можно сказать о них? Они прожили жизнь, они уже все сделали своей жизнью. Вроде как выполнили свою задачу. Вырастили детей, построили дом, вырастили дерево, внука помогли. И вроде бы все хорошо, и прекрасная жизнь. И вдруг оказывается, что... А что дальше-то? Да? Ты уже не можешь дестроить никакие планы. Ты... А что от тебя уходит? Уходит от тебя... Ну, какие вещи у нас уходит? Давайте можем перечислить даже. Физическая любовь, ревность, страдания, желания, построение каких-то планов. Мы не можем уже, не можем планировать, что мы еще построим дом, еще вырастим дерево, еще родим ребенка. Мы должны находить уже какую-то другую для себя жизненную концепцию, так скажем. И вдруг дети есть, внуки есть, они о тебе заботятся, знают, что ты накормлена, что ты одета, обута, все у тебя есть. И они считают, ну что ты счастлива, ты должен... А на самом-то деле наша душа все равно чего-то жаждет, да? Каких-то нового, чего-то нового, каких-то впечатлений. А жизнь идет монотонно. Слава тебе, Господи, все хорошо, все... Но монотонность, бытовая монотонность, она засасывает и лишает каких-то творческих подъемов, каких-то ярких эмоций, впечатлений. И очень это страшно, потому что начинаешь понимать, что ты, наверное, да вообще никому не нужен. Зачем твоя жизнь? Она уже прошла, и уже больше ей не нужно. И это очень часто приводит людей к разным последствиям. Безумие, суицидом, даже, вот еще что хотел сказать, что даже, предположим, религия, в которой ты, да, твои каждодневные ритуальные молитвы, которые ты превращаешься вроде как в какую-то повседневность, да? И ты уже не чувствуешь вот этой благодати, в которой у них заключена. И это пугает. Но что для этого нужно сделать? Для этого нужно выйти, выскочить из монотонности. А чем можно выскочить из монотонности? Уехать на край света. Да? Можно еще то, это еще что-то. Но вот хорошо уехать на край света. А как уехать на край света? Твои родные, твои близкие родители, они не понимают, что тебе это нужно. Ну вот, находятся люди, которые понимают, что уехать на край света, это не значит уехать за тысячи километров. Можно уехать на 200 километров в течение дня, и получишь полное впечатление, что ты уехал на край света. По дороге ты, сидя в этой машине, близко несколько человек. И это не то, что вот большой зал. И вдруг возникает какое-то ощущение общности. И возникают такие интересные разговоры, совершенно не бытовые. И разговоры могут быть на темы этики, морали, политики. И каждый как-то раскрепощается. Да? Раскрепощается. И вот эта дорога, мы едем, мы наблюдаем эту даль, эти прекрасные поля, горы вдали. Мы постепенно вливаемся во Вселенную. Вот мы приезжаем в такое место, ну, другое место, скажем, новое совершенно место. И слава тебе, Господи, что нам вот эта Этерия, из этого экологический, или как там, музей, да, на открытом небе, подарил нам вот это вот, эти горы высоченные. Это вода, струящаяся под опадом, падающая, под которую хочется подставить руки, и чтобы она омыла тебя. И люди, которые, не торопясь, ходят, это нет суеты городской, никто, там люди ходят, но они не бегут в супермаркет, не бегут на работу, они просто ходят вот в этой, в этой, в этой сказочной вселенной. И обратите внимание, в этом, между прочим, глубокий смысл, мне кажется, есть этих музеев юмора и сатирии, часы, которые там показывают совершенно разное время. И вот находясь вот в этих местах, я считаю, может быть, они намолены, может быть, они, может быть, они, не знаю, чем-то наполнены, какой-то благодатью, да, может, они действительно, время, совершенно ты его не ощущаешь. Ты вне времени, ты вне своего такого жизненного пространства, ты где-то, ну, может быть, я не говорю, может быть, во вселенной, может, на другой планете. Вот это полное ощущение погружения, и даже тут, знаете, всякие такие вот банальные слова, ах, какая красота, ах, какая замечательная природа, их даже не хочется произносить, потому что это будет кощунственно, потому что это нужно, чтобы оно вошло в тебя. И тебе не захочется уже, а-а-а-а, говорит, как это замечательно. Ты просто погрузился. Ну вот, это было прекрасно. А потом обратная дорога. И нам уже, чтобы, ну, я не знаю, кто нам там послал свыше, чтобы уже дополнить нам все впечатления, дополнить. И на обратной дороге прекрасной нас встречает дождь, ливень, полосой. Проехали три минуты, сухо. Потом маленький дождичек, нас немножко еще. Опять мы начинаем уже следить за дорогой. Вот там сухо. А потом такая полоса воды, чтобы водитель еле-еле ведет машину. То есть в течение всей дороги доварной нас сопровождали вот такие интересные, вот просто пятна. Вот тут вылили на тебя ведро, а отсюда просто лечко на тебя палили. Вот. И мы даже играли там в игру в машине. Мы устроили-то летализатор. Давайте. Мы, значит, каждый сказал, пусть каждый скажет, вот когда мы приедем в Варну, какая будет погода. Кто говорит, потому что вот у нас постоянно что-то другое. И вот интересно, а что же ждет нас в Варне? И каждый должен был сказать. Один говорит, вот я говорю, я думаю, что в Варне будет дождь. Другая говорит, нет, там будет сухо и никакого дождя. Третий говорит, что да, дождь там пройдет, но будет мокро. Ну, вот так вот мы очень долго, значит, потом подъезжаем из Жак-Варни когда, а дождь-то тут меняется, и нам интересно, откуда считать, что Варна? Считать эту Варну, когда мы приедем к собору, и какая будет погода. А погода так меняется, что она может на каждой улице изменить. В общем, это было очень весело, было. И понимаете, я благодарна всем вам, потому что это вы позволили совершить такую поездку этим несчастным пенсионерам. И наполнится такими эмоциями, такими впечатлениями, которые заставят нашу серую жизнь опять увидеть в цвете. Понимаете? И это очень важно. И спасибо за это. Это не нужно, и знаете, это ведь не нужно делать каждый день, как говорится. Это если время от времени вот эту монотонность каким-то путем нарушать, чтобы наше сознание раз и по-другому все увидело. Вот, так что благодарю вас всех, которые это нам позволили. Спасибо большое. Все хорошо, все. Слава Богу. Да. У нас... Я обещал, что сегодня у нас будет покороче служение, поэтому у нас на следующее воскресенье будет особенное служение. Я не буду говорить, какое, но приходите, приглашайте. Вот. Сегодня Александр готовил, но я хотел попросить, что... Перенести на следующее воскресенье, как раз оно вот по этой теме. Сегодня я хотел объявление, потом мы помолимся за пожертвование, что 1-2-3 ноября для всех членов церкви на скале состоится выездной семинар Пенуэлл. Ну, кстати, прочитайте вот про эту историю, да, встречи Якова с Богом, как он боролся. Вот. И это место получило название Пенуэлл. «Встреча с Богом» на Маддера, посвященный полному обновлению взаимоотношений с Господом и друг с другом. Ведущие команды служителей из Одесской Народной Церкви, вот сейчас они пишут, мы решаем организационные вопросы, где, что, как это будет проходить. Поэтому выкраивайте время на этот благословенный семинар. Продолжение следует...